здравствуйте мои хорошие канала и вторая надежда сегодня делаю расклад на одну позицию очень много последнее время стали просить видимо давно не делала и вы ждете поэтому делаю расклад будет называться если будущее у этих отношений и так как расклад на одну позицию здесь я буду смотреть ровно то что мне показывает карты если расклад резонирует буквально с первых слов либо с какой-то краткого среза как я скажу что все до сигнификация закончилась то вы можете смотреть дальше все что касаемо будущего если расклад не резонирует не надо притягивать желаемое за действительное и пытаться найти какие-то состыковки потому что общий расклад это такая ситуация когда либо резонирует либо нет и вы должны об этом понимать чтобы не получалось такой ситуации в комментариях что а у меня не срезонировала и нич и все было не так как вы рассказываете конечно не так я рассказываю потому что расклад этот был не ваш смотреть буду снова как в прошлом видео это таро черных котов красивая очень колода даже просто ради картинок можно ее иметь в коллекции прорисовка шикарно очень яркая мне очень нравится эта колода не часто с ней работаю но тем не менее и таро эльфов тоже такая своеобразная колода она мало что общего у нее есть с райдеру и там больше паракульного типа но тоже порой как покажет так покажет как залезет под кожу так залезет стараюсь последнее время брать колоды которые давно не брала потому что колоды тоже надо чувствовать если долгое время ты с колодой не работаешь вот это вот чуйка вот это вот ниточка взаимосвязи она теряется и есть колоды которые у меня буквально уже просят о том чтобы я взяла их руки конечно у меня есть такие которые вообще на канале никогда не были у меня и после покупки они у меня так и лежат ну видимо всему свое время буду когда-нибудь доставать и так я уже сказала одна позиция здесь всего лишь вам нужно будет загадать вашего партнера подумать о нем и самое главное смотреть сигнификацию так ваши отношения на данный момент до поиск баланса и очень устойчивое положение вроде бы справляетесь но все равно есть потери есть убытки вы находитесь сейчас вы да та женщина которая смотрит вы находитесь сейчас в ситуации когда понимаете что очень многое зависит от партнера потому что здесь два котика они находятся на одном бревне и если в классической колоде да почему я говорил что это очень мало ну не совсем по классической тоже колоде построена не совсем по классической системе что если двойка мечей это поиск решения это внутренние тараканы да там две мысли бьются за правильную то здесь другая ситуация здесь поиск баланса и вы понимаете что от вас в этой ситуации мало что зависит 50 на 50 одного вашего желания мало быть с этим человеком и нужно конечно отклик от второго до человека от вашего партнера и стоит одному сойти с этой устойчивой конструкции соответственно все рухнет да все рухнет и ничего не будет однако вы еще готовы здесь ждать человека вы готовы и еще держать его за руку и сохранять баланс сохранять ваши отношения только от партнера вы не видите того что вы хотели бы то есть пока вы стоите пока вы держите здесь отношения по большей части то они сейчас и находятся на ваших плечах то есть до тех пор пока вы их держите ли до тех пор пока вы ждете можно сказать что отношения есть как только вы отпускаете и действительно здесь отношения не будет Почему, говорю, зависит от вас здесь вся ситуация, все отношения. Потому что от партнёра здесь у кого-то исчез, у кого-то ушёл, у кого-то молчит, у кого-то заблокировал. Потому что здесь пятёрка Пентаклей, карта сама по себе такая очень тёмная. И мы тоже в этой карте, мы не видим в этой карте духовности. Мы видим в этой карте буквально жить сегодняшним днём и без планов на будущее. Не видим помощи, не замечаем помощи, не замечаем, что есть вокруг что-то такое, на что можно было бы обратить внимание. И у партнёра здесь сейчас складывается такая ситуация, что у него нету мысли, нету намерений эти отношения спасать. Потому что здесь он сосредоточился вообще на каких-то своих мыслях, на своих ситуациях. Сейчас посмотрю, что здесь у него, что бездуховности нет у партнёра по сути. Он вроде бы есть, а с другой стороны его нет. Ну, да, та самая моя любимая карта, как я говорила в видео, уже рассказывала, почему эту колоду купила. Здесь человек пусть и держится за что-то своё. Нашёл он это или оно у него было, хоть и держится за своё. Но это всё настолько зыбко. И здесь, понимаете, здесь хорошая мина при плохой игре. И человек об этом прекрасно понимает. И от человека здесь, конечно, тоже много что зависит. Если ему обратиться сейчас в сторону спасения ваших отношений, то плохо ему будет в его ситуации. Здесь что может быть? И карьера здесь может быть. Вот принятие решения здесь у человека. Он понимает, что всё в нём есть, да, все ресурсы, все возможности для того, чтобы справиться с ситуацией. И готов он здесь растрезвонить во все услышания. Но только если он озвучивает это решение вслух, то, соответственно, ему придётся попрощаться с какими-то своими планами, с каким-то своим будущим. И здесь от вас здесь тоже много что зависит. И партнёры, да, как нередко бывает, мы подпитываем своей энергией любого партнёра, да, с кем бы мы ни общались. Это родные, близкие, это любимые люди, это коллеги. Но в вашей ситуации здесь большой такой, знаете, вот большой наполненность и вот опора, да, точка опоры здесь для вашего партнёра, да, точкой опоры вы являетесь. О каком он решении здесь хочет вслух заявить? Он хочет сказать, что семья, родные, близкие, всё то, что он имеет, оно ему важно. Это сообщение, которое, по сути, радости не принесёт. Но здесь у человека уже складывается действительно очень опасная ситуация, что если он будет обращать внимание на спасение ваших отношений, то рухнет что-то важное в его жизни. Здесь, может быть, родственники его не поймут, потому что здесь может быть разница в возрасте, здесь, может быть, и вы находитесь на расстоянии, здесь, может быть, и вы на разных социальных статусах. И семья, близкие люди, окружение, здесь вот, что важно человеку. То есть уже, да, находится в ситуации, когда либо догадываются, либо уже владеют информацией, что у него с вами отношения налаживает он или пытается закончить. И там люди не совсем близкие люди. Это, конечно, может быть, жена, да, если ваш партнёр женат. Или это его семья, это его родители, это его братья-сёстры, друзья, которые тоже имеют свойство вставлять свои три копейки и вызывать сомнения. Да, посмотри, да, да, кто она, а кто ты, да, зачем тебе это надо, да, у неё там дети и так далее проблемы, а ты там, допустим, свободный, холостой, да, она старше тебя, а ты молодой. То есть вот здесь вот влияние людей, которые рядом с ним, оно велико. И, конечно, тут и всем понятно, да, что если это жена, а вы находитесь на стороне любовницы, то, естественно, он пока здесь прижмёт свой хвостик и может вам сказать, что я решаю оставаться в семье, я решаю или решил, да, пока ничего в своей жизни не менять. Потому что если он меняет, то здесь что-то у него схлопывается. Уже здесь есть проблемы, здесь пока на перепутье, здесь момент оттягивания того, чтобы сказать вам о своём каком-то решении. Потому что если это сказать честно, откровенно, если это говорит ровно так, как оно есть на самом деле, то, конечно, все иллюзии или все отношения, которые у него были с вами, с этим можно будет, конечно, попрощаться. Поэтому готов озвучить слух, смелости уже набрался. Но здесь просто дело времени. Не готов, не готов именно в данный момент сделать то, что собрался. Но давление здесь, если вы думаете, что он сам такой, да, там трус, там ещё что-то, может быть и трус, конечно, но здесь есть те люди, мнения которых для него небезразличны. И они могут управлять им, они могут им, им руководители, они могут и кем усоветовать им. Он, конечно, здесь будет прислушиваться. Что ещё здесь хочу поставить в этой пятёрке Пентакли? Есть. Ну, видите, здесь поссорились люди. И пока о примирении, ну, речи здесь не идёт. С кем уж он поссорился здесь с вами, там, или эта ситуация с людьми, когда напряжённая ситуация, кто-то что-то узнал или кто-то о чём-то догадывается. И ему сейчас там надо спасать положение. Здесь действительно какая-то замешанная семейная ситуация, в которой пока здесь вот вам места я не вижу, чтобы было отведено. Если на этого мужчину надавить, и если сейчас пытаться заставить его дать вам какой-то ответ, дать какую-то уже чёткую ясность, да, чтобы вам он сказал, как есть на самом деле. Я боюсь, вам не понравится, потому что он будет всё-таки сохранять то, что он имеет. Так что здесь смотрите, выставлять ультиматумы, не держать эти отношения или нет, потому что они сейчас вот сугубо поддерживаются за счёт вашей воли. То есть вы так решили, что пока этим отношением быть. Или вы так решили, что пока вы с ним окончательно не расстаётесь, и пока вы ему ещё даёте шанс там объявиться, даёте ему шанс объясниться. Но я говорю, здесь не стоит пока давить на человека. Конечно, если вы хотите здесь ясности, конечно, если вы хотите уже всё расставить точки над «и», вы можете спокойно с этим человеком инициировать честный, откровенный разговор, и вам он скажет, что я ничего в своей жизни менять не могу, или я не могу пойти против воли моих родных, близких, или, допустим, я не могу разрушить свою семью, потому что это ему важно. Здесь получается, выбрав вас, отказаться от других людей, которых далеко не один и не два. И дети здесь могут быть. И, конечно, вот просто ставить крест на своей жизни, которая уже налажена, а жизнь здесь налажена. Себя он здесь чувствует. Очень комфортно, очень уверенно. Да, вот зона комфорта. Пусть она где-то грустная и печальная, потому что умеренность карты всегда такая, она хорошая, да, она с точки зрения системы очень хорошая. Но по опыту карта ничего хорошего за собой не несёт. Это болото не хуже, слава богу, но и не лучше, да, вот как идёт по накатанной, так и идёт не радости какой-то, не встряски какой-то хорошей такой эмоциональной. Но зато здесь всё уже утряслось. Это уже всё, ну, всё когда-то было выстроено, где нужно опоры поставлены, где нужно здесь уже подстраховался, перестраховался. И, конечно, нарушать вот эту какую-то стабильную конструкцию для себя здесь мужчина не согласен. Даже если этот мужчина свободный, даже если этот мужчина не имеет там жену, не имеет детей, но у него есть своя чётко выстроенная жизнь и небезразличные ему люди, мнение которых ему важно и который вот этот мир не будет нарушать. И поэтому, если ждёте от него каких-то сейчас шагов, от него каких-то действий, там, приди уже, скажи, давай разберёмся, здесь ждать бесполезно. Он тоже так или иначе пытается балансировать, но решение здесь всё-таки отдано в ваши собственные руки. Продолжать эту канитель, или эту резину, продолжать её растягивать, либо уже сойти с этого бревна, вот и пусть он тонет вместе вот со всем, за что он там держится. То есть не вижу его желания здесь выйти сейчас. Есть желание озвучить вам, а дальше, знаете, здесь вот будь что будет. Только мужчина здесь чётко понимает, что если вам он озвучивает то, что на душе, или то, что он считает правильным, то всё, да, в вашем отношении какой-то вот мир, который вы вместе с ним нарисовали, это всё рухнет. Придётся попрощаться с мечтами, придётся попрощаться с иллюзиями и стать совсем другим человеком. Так что здесь не вижу здесь у мужчины желания прямо сейчас трансформироваться в какую-то другую личность, потому что трансформация здесь, если вы уходите из этих отношений сама самостоятельно, добровольно, не дожидаясь там, когда он вам озвучит, здесь мужчина столкнётся с трансформацией. Я сейчас не построю с какой трансформацией. Он научится ценить то, что он имеет. Он научится любить тех людей, которые его любят. Он научится о них больше заботиться, научится делать подарки, сюрпризы. Спрашиваю, почему? А потому что у него другого выбора не будет. Понимаете, здесь мужчина уже сейчас запутался, что для него дорого, а о чём он может пожалеть, если потеряет. И поэтому, если вы уйдёте из его жизни, вы освободите некое место и некое пространство, для того, чтобы он выделил его для родных, близких людей. Он поменяется, этот человек. Он будет более осторожный в словах. Он будет более осторожный в поступках. Он будет более осторожный как-то вот в обещаниях своих. И действительно будет делать всё, чтобы те люди, которые там переживали или те люди, которые там возмущались вашими с ним отношениями, чтобы они уже успокоились. Сделает всё, чтобы они видели, что он с ними, он рядом, он там, допустим, с работы домой, из дома на работу и никуда больше. Там все праздники, выходные, потому что здесь как-то и праздники здесь. И мужчина будет таким вот главным действующим лицом и главным исполнителем. Да, там на стол накрытым или всех вам звонить, позвать, там за продуктами съездить, помочь всё это организовать и приготовить. То есть ему здесь, как только вы уходите, да, если есть на то такое желание у вас, то, соответственно, мужчине ничего не останется. Это даже больше выдвинуть как своё решение, что всё, да, я с ней отношения закончил сам, потому что вы мне важны, вы мне дороги, и ваше мнение для меня не последнее, ваше мнение очень важное. Поэтому вот смотрите, да, я с вами, я для вас, вот, чтобы не было к нему никаких вопросов. Не совсем, конечно, такая глобальная здесь трансформация идёт. Но у человека больше семейных ценностей появится, больше будет думать о том, чтобы близкие, родные люди уже не смогли его в чём-то уличить. Здесь даже больше ещё для своего собственного спокойствия. Но выбор здесь, конечно, за вами. Да, видите, здесь борьба. Бороться с ним бесполезно. Оставили вы сейчас ситуацию на... Поставили на паузу. С вашей стороны здесь я точки не вижу. Она может быть условная, но на самом деле вот у вас в душе, или как вы видите, это всё-таки многоточие. Потому что уходить будет больно. Закрывать эти отношения будет больно. И если вы этого человека будете принуждать дать вам какие-то объяснения, рассказать, как он сам видит ваши отношения, вы чётко понимаете, что ничего хорошего именно в данный момент вы не услышите. И это будет крайний разговор, после которого действительно вот нужно узелок будет собрать, вот и уходить из этих отношений. Поэтому здесь и ситуация, что здесь многоточие, что я ещё пока даю шанс этим отношениям и давить не буду, потому что если давить, ну это уже точно, тогда уже будет точка, которую я поставлю своей собственной рукой. Здесь решение отдано в ваши руки. Я уже об этом говорила. Но взять ответственность на себя и поставить точку, чтобы потом мужчина сказал там или вдруг не сказал, что это ты же со мной отношения закончила, это ты же ушла, чтобы не оказаться в такой ситуации, когда и мне в лицо скажут. И я сама понимаю, что я сама своими собственными руками здесь поставила точку. Так, чувства мужчины. Привязан, безусловно. И вы для него человек, без которого ему сложно. Здесь зависимость. У каждого по-разному. У кого-то финансовая зависимость, какой-то меркантильный интерес. У кого-то здесь зависимость от страсти и секса, который между вами. У кого-то от общения, потому что общение по дьяволу это не всегда плохо. Это что-то такое, что затягивает тебя или втягивает тебя как наркотик. И просто отказаться от этого невозможно. Мужчины понимают, что вы не просто так вошли в его жизнь. И какие-то выводы на будущее он тоже должен сделать. А как он видит то будущее, которое... Те выводы, точнее, которые он должен в будущем сделать. Здесь вы та женщина, которая заставили посмотреть на вообще на женский пол совсем с другой стороны. Вы другая, вы иная, вы какая-то спонтанная. Предугадать вас невозможно. С вами, с одной стороны, хорошо, с другой стороны, страшно. Да, как есть такой мем, что, дорогой, тебе со мной интересно? Да, интересно, но и страшно. Так и здесь. Мужчина знает, что вы можете, допустим, импульсивно написать «Доброе утро, я по тебе скучала, и я тебя люблю». А в другой момент вы можете написать все одностроение. «Нет, не пиши и слышать тебя не хочу». Здесь пересмотр, опять же, отношений между полами у мужчины. И на будущее он действительно понимает, что, познав такую женщину, как вы, побыв с ней в отношениях, он как-то отполирует свои навыки или свои возможности, как мужчины, по отношению к другим женщинам. Будет такой неплохой знаток, наверное, женской психологии. Видимо, того полного портрета о женщинах у него не было до момента знакомства с вами. Вы как-то дополнили портрет, и он уже знает, чего хотят женщины, о чём они мечтают, или как с ними общаться, какой к ним нужен подход. «В чувствах страсти». Но жену, видите, жену в вашем лице он сейчас не видит. Здесь вообще идея у мужчины больше достижения, реализация карьеры, или это заработок денег, или это вот спонтанное что-то, вот быстро что-то сделать, заработать, подзаработать. Пятёрка пентаклей в самом начале тоже, это и бездуховность, и финансовые здесь потери. И мужчина сейчас переориентирован больше не на эмоциональную составляющую в отношении, а больше сейчас переориентирован на финансы. Ну и плюс давление ещё окружения с его стороны. И, конечно, ему здесь надо быть правильным мальчиком, ему там, или правильным мужчиной, и работать, зарабатывать, помогать своим родным, помогать близким. Ну, жену, видите, здесь не видит в вашем лице. Всё взвешивает, видите, взвешивает, взвешивает. Ну, видите, ну, в любом случае здесь сказать, вот чем он займётся, если у вас с ним не будет отношений. В работу здесь больше окунётся. Это раз. Во-вторых, вот замкнётся в какой-то своей скорлупе, там это его семья, это его люди, окружающие его, и всё. То есть здесь не будет желания там пуститься во все тяжкие. Здесь не будет желания обзаводиться какими-то новыми знакомствами или новыми отношениями. Здесь, наоборот, уединиться в чём-то своём, делать выводы, работать и обращать внимание в плане заботы в отношении к своей семье. Поэтому я и говорю, что здесь мужчина, да, он пройдёт некую трансформацию, он здесь будет меняться и, конечно, будет больше ценить то, что он имеет. Вы ждёте. Вы ждёте какого-то факта или вы ждёте какой-то новости, или вы ждёте его появления для того, чтобы уже окончательно для себя принять одно из двух решений. Либо быть с ним, и уже всё. Либо быть без него. Но без него – это от слова «совсем». Пока я говорю, здесь многоточие вы для себя поставили. Ждёте. Вам для принятия решения не хватает условно какой-то информации или какого-то факта. Не весь пазл у вас в голове сложился относительно данного человека. И как только вы подберёте нужную деталь, потому что здесь домыслы там или сплетни, это не совсем то, что нужно. И поэтому пытаетесь вы в этот пазл вот какую-то информацию воткнуть, подобрать, да, но понимаете, что пока это не то, что нужно. И отсутствие элемента, а оно важное, конечно, наталкивает вас на мысль о том, что продолжение здесь ещё будет, что здесь не точка, а многоточие, и окончательно мы ещё всё выясним. Если хотите окончательно здесь для себя понять, что мужчина уже принял для себя решение, и хотите расставить точки над «и», конечно, вы его можете прижать здесь к стене, заставить его, наконец-то, говорить, даже молчание, даже молчание – это тоже ответ, вы получите. Однако такого желания и стремления я пока не вижу. Вашего, чтобы уже... Ну, это, видите, опять чувство вины, которое на меня ляжет, если я сама буду ставить точку. А не пожалею ли я, что это сделала я? Или а не пожалею ли я, что я так скоропалительно сделала? Даже здесь, если уже точка поставлена, была когда-то, и люди уже договорились, что им вместе не по пути, я со стороны женщины здесь не вижу, чтобы она приняла это решение, что она смирилась с тем, что здесь с точкой. Даже, я говорю, если уже всё был какой-то окончательно финальный разговор, женщина всё равно верит в то, что ещё здесь не конец. Мужчина здесь, кстати, тоже понимает, что все главные слова о том, чтобы каждый из вас понял, что это финал, и больше нечего не будет, они не произнесены. Здесь мужчина вот в намерениях, в желаниях, в ожиданиях своих хочет от вас получить вот действительно вот точку над «и». Сообщение, разговор или встреча, по которой вы скажете, как дальше будут развиваться ваши отношения. Вы всё-таки вместе или нет? Даже если вами уже миллион фраз было сказано с намёком, что между нами всё кончено, этот мужчина, пусть он всё понимает, но он как-то это хочет ещё раз увидеть. Видимо, тоже вот в его пазле относительно вас, вот в этой картине, тоже какого-то важного элемента не хватает. Тоже на каком-то здесь перепутье точно между нами конец или между нами ещё что-то может быть. Пока так, девочки, пока так я вижу эту ситуацию. Такая довольно долгая, но сигнификация. Но тем не менее мы чувства посмотрели, мы мысли посмотрели, мы намерения посмотрели. Давайте тогда смотреть, если у вас резонирует всё то, что я сказала, то смотрим, есть ли будущее у этих отношений. Здесь будущее качели. мужчина здесь не сможет отказаться от всего ради вас. То есть, если вам важно, чтобы он выбрал только вас и всё, да, поставил точку в своей жизни, то это утопия, это путь в никуда. здесь... Я, кстати, в одной колоде, в другой колоде. Двойка мечей. Здесь, если здесь ещё баланс и один может выйти, то здесь реальный выбор. Если я выбираю одно, то я по умолчанию теряю другое. И речь не идёт о том, что готов мужчина рискнуть или нет. Здесь речь о том, что он рисковать не будет, и ему проще отказаться здесь от ваших отношений, к сожалению, нежели отказаться вот от той своей части жизни и от тех людей, за которых здесь мужчина держится. Здесь, если будущее есть, конечно, здесь не окончательный вердикт, и здесь расклад не на всю жизнь. Но то будущее, которое есть между вами, если вы не сойдёте с этого бревна, если вы не подведёте мужчину к финальному разговору, то здесь качели, и такие вот встретились, разъехались, приехал, уехал или пришёл, ушёл. Пока здесь такой вариант развития сценария. Здесь мужчина, не удивляйтесь, да, и что если вы готовы на такой формат отношений, ну, качели там, или это периодически какие-то отношения, так ещё их назовём, что мужчина будет вести себя, ну, как дурак. Это то состояние, которое он сам не контролирует, потому что на чаши весов с его стороны действительно поставлено очень много. и это будет как некий, знаете, такой вот адреналин, когда он будет понимать, что он балансирует буквально на грани, и отсюда вот какой-то, знаете, вот сдвиг в голове, когда человек вот, ну, от опасности, от какой-то, от страха, даже порой себя не будет контролировать. Ну, почему-то здесь вот такая идёт информация, здесь хаос, карта хаоса, карта вселившегося духа. Здесь вселившийся дух ещё может быть им вот мнение тех людей, которые на него давят. То есть ему, допустим, говорят, что вы ему не пара, что с вами ничего не получится, там, или вас нужно держаться как можно дальше, а он всё равно тянется к вам. И порой стоит вам сделать что-то не так, да, и вот эти вот слова, что она тебе не пара, да, она не такая, знаете, будет щёлкать в голове, а вот действительно мне же говорят. Это и тяга, а с другой стороны, вот информация, которая на него влияет. Вот это будет заставлять его чувствовать себя неловко и транслировать это на ваши с ним отношения. Такой какой-то непредсказуемый, такой какой-то дурной, то ему хорошо, то вдруг он опечален, то он общается с вами, готов там часто много, то вдруг резко пропадает и даёт понять, что не трогай меня, не лезь ко мне. Такая вот какая-то здесь круговерть, которая, возможно, да, вот есть ли будущее у этих отношений? Да, я говорю, да, но какое это будущее? Вот нужно ли вам именно такое будущее? Конечно, здесь вы подумайте. Посмотрю совет вам в данной ситуации. Не совет, как действовать с этим мужчиной, а совет по ситуации, что вы, наверное, должны знать. здесь карта, что всё равно вы перед этим человеком перестанете открывать душу. Вы это будете прятать. И, знаете, здесь вот даже в качестве эксперимента, наверное, даже не эксперимента, а в качестве того, чтобы вам легче было принять решение, может быть, действительно стоит дать шанс этим отношениям, потому что вот этот кубок, который вы получите, эмоции, чувства, отношения, он потом вам не нужен будет. Вам захочется вот собрать вот свои эмоции, свои чувства, вот душу, закрыть на замок и спрятать, чтобы этот человек больше уже не смог достучаться до вас. Здесь, похоже, вы ещё не готовы или не полны той уверенностью, что без него вам будет хорошо, что он вам важен сейчас, есть ощущения, а в дальнейшем, что вот он кубок, а мне уже неинтересно, я его поставила. Обычно восьмёрка кубков – это уход с тяжёлым сердцем, да, мы, думаю, многие знают эту карту, когда не пойми куда, в темноту, куда-то вот за горизонт, которого не видно, и тяжело-тяжело на душе оставлять то, что приходится поставить. Я ещё говорю по этой карте, я ухожу, но ты меня останови, и я по большей вероятности я вернусь. Но здесь же нет, здесь восьмёрка кубков, когда уходишь в своё светлое будущее, когда уходишь вот в какой-то восход, и тебе уже ничего не интересует, что там позади, оно уже не так важно, не так интересно. Главное вот своя целостность, главное своё то, что я забрала, унесла и сохранила. Вот такой вот девочке здесь получился расклад, здесь больше даже получился не совет, да, вот то, что вы должны знать о этой ситуации. Поэтому, кто здесь терзается сомнениями заканчивать отношения или нет, это чётко говорит о том, что вы ещё не готовы к тому, чтобы закончить. И для того, чтобы закончить, вам потребуется ещё какое-то время и по всей вероятности ещё какая-то доля разочарования, чтобы потом, как бы этот кубок не блестел, как бы вам, вас он не прельщал и каким бы он когда-то дорогим не был, чтобы вы пришли к тому, что блестящий ты не блестящий, дорогой или недорогой, а мне уже не надо, уже не актуально. У меня есть своё, и я всё своё собрала и ушла, и не с тяжёлым сердцем, а наоборот, с лёгким, в своё будущее, в своё счастье, в свои собственные перспективы. Я надеюсь, вам понравился расклад. Я надеюсь, те, кто ждал одну позицию, вы довольны тем, что расклад я сделала. Самое главное, не тем, что я сделала расклад, а темой самого расклада, и надеюсь, вы нашли ответы на свои вопросы. Я желаю вам всего самого наилучшего. Я желаю вам здоровья, процветания, благополучия. И желаю вам иметь цели, которыми вы будете двигаться, и которые одна за другой вы будете реализовывать, реализовывать, реализовывать. Надолго не прощаюсь. До встречи в новых видео. Пока-пока.